Итак, ребят, ну что ж, еще раз всем привет. В общем, что я хочу сказать. У меня пока непрофессионально все, да, я показываю то, в каком режиме я все это делаю, как я это делаю, где-то на подоконнике, где-то под лампами, но я стараюсь начать этот бизнес с минимальными вложениями. На сегодняшний день я потратил 1900 рублей на все про все, что у меня есть. Продаж пока, скажу честно, пока еще нет, но я работаю над этим, я пока веду исследования, смотрю конкурентов, смотрю какая цена, кому интересно, пытаюсь найти группы, паблики различные, которые поддерживают здоровый образ жизни, правильное питание. В общем, я работаю над этим направлением. Я уверен, что все будет. Ну, посмотрите, вот такая красота, как можно от нее отказаться? Конечно, никак. Вот, значит, сегодня мы начнем. Первый раз я буду пробовать выращивать на кокосовом субстрате. Сегодня замочу, подготовлю и, соответственно, буду высаживать. Сейчас определюсь семенами, что у нас сегодня будет. Ну, а пока всем хорошего настроения. Так, субстрат, наша емкость. Всю массу мы не будем разводить, я буду разводить половину, поэтому постараемся, говорят, ну, сколько я смотрел, что практически невозможно разрезать, можно только отламывать кусками. Поэтому, ну, сейчас, собственно говоря, будем пробовать, что у нас из этого получится. Как я и говорил, все рассказываю, все показываю, все стараюсь делать. Да не стараюсь, а в принципе все делаю своими руками, сам, самостоятельно. Так, нам, грубо говоря, ну да, ну да, нужно как-то. Ребята говорили, что нужно сбоку как-то стараться окламывать все это дело. Потому что, ну, столько много нам пока не нужен субстрата. Вот, только начинаем. Да, видите, вот такая вот у него поверхность. Ух, нужно было, наверное, взять поменьше кусок. На полкилограмма, на килограмм. Ну ладно, столько получилось. Ну, в принципе, вот тогда можно, пластами. Ой, музыка играет на заднем фоне, как бы не заблокировали бы мне видос. За нарушение авторских прав в кухне. Ну вот, ну, думаю, что-нибудь подумать. Да, вот в чем минус субстрата. Кокосово, как и говорили, что, ну, достаточно грязный процесс. Ну, я сегодня пообещал жене, что я уберусь, так как у него выходной сегодня. Ну, в принципе, сейчас сделаю посадку. Ну, и пропылесосу, поэтому, в принципе, ничего страшного. Надо было, наверное, сразу на половину просто разломить, и все. Так, ну, да, ну, все, половина у нас есть. Все это у нас обычная вода с крана. Так, у нас было написано, ну, я думаю, литра нам будет достаточный объем. Написано, что по времени это 15-20 минут займет всего. Даже чуть меньше литра сделай, потому что, если у нас будет сухо, то мы добавим еще, нежели перемочить субстрат и ждать, пока он потом высохнет. Так, ну, вот пока так оставим, посмотрим, чтобы, когда впитается вода, ну, вот это уже поймем, нужно добавить еще или нет. Должен он полностью раствориться. Но так как у нас сломанным кусками, поэтому, соответственно, я думаю, что у нас немножко быстрее процесс пойдет, не нужно будет ждать. 20 минут, да, ну, пока явно мало, поэтому. Добавим еще. Воду наливаю не сильно холодную, немножко включаю горячую, чтобы, ну, добавляю в смысле, вот чтобы, ну, не знаю, мне кажется, тепленькой водички все процессы протекают лучше. Ну, это мое мнение, опять же, дальше будет видно. Так, я думаю, что-то на тарелке может быть мало такой. Возможно, сейчас придется переложить в тарелку побольше. Ну, да, действительно, писали, что выход у него очень огромный, поэтому, скорее всего, да, скорее всего, тарелку нам надо будет побольше немножко взять, ну, как немножечко, прилично побольше, вот для того, чтобы у нас этот выход получился хороший. Так, ну, быстро растворяется достаточно. Становится такой рыхлый, как земля. Да, вот единственный, вот этот же минус, я повторю, что говорили о том, что, да, как земля, то есть, соответственно, немножко грязновато может получиться. Вот. Ну, главное, чтобы у нас полностью все это пропиталось. Ну, запах такой, ну, приятный, да, действительно. Ну, самим кокосом не пахнет, но пахнет больше, пожалуй, как земля, но больше похоже на землю. Вот. Так, ну что, немножко оставим. Пусть у нас все это расходится. Вот. Ну, а пока определюсь с семенами, что будем сегодня высаживать. Лучше потом, лучше, да, лучше не долить воды, но потом всегда можно с пульверизатора просто домочить. Ну, опять же, это я делюсь уже опытом своей насмотренностью, да, что я просмотрел видео. На самом деле в Ютубе очень много видео, не думаю, что нужно покупать какие-то курсы, хотя курсы посмотрел тоже есть различные. Вот. Поэтому я думаю, что в Ютубе для первоначального этапа достаточно много материалов, и, ну, их будет достаточно для того, чтобы начать стартануть, а когда уже будете понимать о том, что вам нужно увеличивать масштаб, да, свой, тогда уже можно будет, соответственно, купить какие-то курсы именно по, когда вы будете выходить на большие объемы. Ну, пока у меня больших объемов нету, я на самом старте этого пути. Ну, да, посмотрите, объем, конечно, огромный получается. Можно было сделать даже поменьше. Ну, ничего, мы сейчас все это разложим по боксикам, и все, и будет красота. Так, ну что ж, друзья, начнем посадку. Ну, немножко не приспособлена у меня еще, да, студия, я потом посмотрю, как все это будет лучше сделать, устроить, поэтому, пожалуй, лицо мое не будет видно, но я буду все показывать, все буду рассказывать. Итак, смотрите, пока заказал я уже подносы, разносы, пока вот у меня такая приблуда от игрушек, от детских игрушек, вот очень удобно будет здесь и поливать, и чтобы меньше грязи было. Собственно говоря, у нас здесь будет нижний полив, то есть здесь мы сделаем посадку, сольем, все это сложим, потом уже, когда выставим, будем просто прям сюда наливать воду, и корни будут питаться. Вот таким образом все это будет происходить. Буквально, так, берем одну, ну вот по две, две охапки будет достаточно. Я сейчас покажу, как это, даже три, как сделать, чтобы все это было ровно красиво, разровнять. Вот, соответственно, вот так прижали, все ровненько получилось. Так, берем следующий, раз, два, три, чуть-чуть много. Так, также разровнял. Это все лайфхаки, все, что, все это я видел в интернете. И очень, ну, огромное спасибо, наверное, в комментариях напишу, это ребята Green Man. Здесь у нас в России проживает и Зеленый Шеф. Он проживает сейчас где-то в Америке, в Калифорнии, по-моему. Вот, очень много у них информации, очень много информации они выкладывают, дают абсолютно бесплатно. Поэтому, ну, вот, ребята, чтобы сегодня, да, я планирую шесть боксиков сделать, чтобы по времени вы понимали, сколько времени это занимает. Ну, видите, опять же, да, если я хочу это сделать бизнесом, не знаю, насколько это правильно рассказывать, да, что это достаточно, в принципе, несложный процесс и так далее, что это недолго времени занимает. Но я пообщался с некоторыми ребятами здесь у нас в Красноярске, которые живут в квартире, он говорит, в квартире это нереально, в квартире тебе все равно не хватит места, где-то нужно полки устанавливать там и так далее. Поэтому в связи с тем, что я живу в своем доме за городом, мне намного проще все это делать, есть место. Ну, плюс, у меня есть еще основная работа, да, пока еще, пока еще, я надеюсь, но, надеюсь, в будущем времени я смогу развить весь этот процесс, приобщить как можно больше людей. Ну, и, соответственно, уже тогда, ну, буду рассматривать вопрос, да, о том, чтобы заниматься именно этим без работы. Вот, все, шесть лотков, потом субстрат, соответственно, у меня осталось еще очень много, еще целая чашка. Но есть у меня еще одна идея, которую я сам придумал и сегодня поделюсь ее с вами. Вот, ну, если, да, приходится постоянно ополаскивать руки после субстрата. Вот, придумал случайно, мне абсолютно пришла мысль в голову, да, я сейчас покажу, а потом уже покажу, как это будет работать. Вот, посмотрите, я их обработал, это лотки из-под яиц. Я думаю, можно очень красиво сделать, то есть в каждую лунку посадить буквально там по, на несколько зернышек красивых, да, это будет что-то такое интересное, которое можно будет потом просто вырезать вот таким, ну, как бонусом, да, давать, допустим, на проб... Да, может, просто оставлю и так пробный разных всяких семян на сею, два лотка. И для того, чтобы можно было, у кого будет интерес, просто приехали и дал им свежую зелень. Пожалуйста, вот, попробуйте только из, ну, лотка, да, вот, собственно, свежая. Так, грязь, ой, ну, грязь, субстрат, думаю, лучше ссыпать, чтобы потом было меньше грязи. Так, ну что, сегодня, значит, начинаем посадку. Это у нас рукола еще, рукола у меня есть в наличии, которая уже дозревает. Так, ну, ребят, немножко еще, я не знаю, немного опутаюсь пока, да, по посадке, сколько это вот, сколько должно быть. Поэтому буду сеять не сильно густо. Ну, то есть, дело не в том, что я там жалею семена, да, а я боюсь, что если может просто получиться сильно густо, то может плесневеет там начать вот всякая такая лабуда появляться. Поэтому я буду стараться поменьше делать. Вот, то есть, ну, вот такая, да, вот у меня получилась посадка. Я думаю, что это среднее, что-то среднее. Так, хорошенечко опрыскиваем это все. Так, главное самому не забыть, потому что так же заказал тоже стикеры для того, чтобы можно было подписывать. Так, это первое у нас было рукола. Вот, чтобы не забыть самому о том, что где посадил и, ну, не запутаться, да. Но хотя я думаю по, уже в принципе по листку я ориентируюсь, что посажено, да, какая микрозелень у нас. Так, горчица. Белая горчица. Очень мне понравилась горчица белая на самом деле. Приятно, ну, очень крутой вкус. То есть, сама по себе, да, она напоминает горчицу. Но я горчицу, допустим, пробовал только, ну, вот в виде, да, соуса. Ну, как у пасты, да, которую мы там используем, там, с салом, там, с мясом и так далее. Вот, а здесь, ну, вкус именно самой зелени ощутил. Очень прикольно. Мне понравилось. Мне очень понравилось добавлять горчицу в супы. Она дает немножко вот такого привкуса горчицы, но, ну, не такого какого-то явного выраженного. Достаточно приятная. Ну, и само по себе красиво, когда ты, супчик у тебя, раз, и зелень плавает. Учитывая то, что сейчас у нас конец февраля, а ты можешь позволить себе свежую зелень. Просто свежую зелень взять и просто даже ее скушать. Вот. Так, наверное, тоже побольше полить. Да, вот видите, тоже приспособление. У меня просто я купил распылитель, бутылочка из-под воды. Я добавляю туда, и все. Вот, базилик. Я обожаю добавлять базилик. Я мариную мясо на шашлык. Я также добавляю в обязательном порядке базилик. Как-нибудь покажу рецепт, как я мариную мясо на шашлык. Очень вкусный получается. Расскажу пару секретов. Поэтому, честно скажу, базилик я пробовал у себя несколько лет на участке садить, да, на грядках. Почему-то базилик у меня сходит, и он не успевает за сезон прорасти. Может быть, семена какие-то не те, может быть, ну, не знаю. То есть, в общем, базилик как-то у меня с ним, ну, на грядках именно, да, полноценный. Не очень дела обстояли. Ну, я надеюсь, что микрозелень у нее будет намного лучше. Вот. Базилик мне достали с бонусом. Я нашел покупателя. Я не люблю ждать, знаете, все. То есть, я заказал, да, жду, пока мне придет заказ. Но я уже для того, чтобы не ждать, да, там небольшие суммы. Поэтому я нашел поставщика у себя в городе. То есть, да, ребят, кто занимается этим. И взял, поехал у них просто вот на заказ вот это, вот это, вот это. И бонусом не дали мне еще и базилик. Брокколи, брокколи, это самое вообще просто, самая полезная, пожалуй, микрозелень. Ну, я думаю, все знают пользу самому брокколи, да. Но, как говорят, знаете, по исследованию, ой, так густо получилось. По всем исследованиям и так далее, что, ну, брокколи, это, оно очень, в нем содержится много элементов, которые помогают бороться с раковыми клетками. Но, учитывая в том, что мы живем в Красноярске, да, у нас достаточно плохая экология. Вот, и, ну, я не знаю тоже, насколько это правда, да, но говорят, что много людей болеют раком. Поэтому, я думаю, брокколи для нашего региона, это, ну, что-то, что-то чудесное. Вот, и, да, что говорят, ну, грубо говоря, там, 30 грамм микрозелени заменяют 300 грамм готовой зелени. Поэтому, я думаю, что брокколи должна быть на расхват. Ну, и, в принципе, само по себе, да, название брокколи, допустим, дайкон, я вообще не знал, что-то такое, что-то бывает и как это есть, как это на вкус и так далее. Вот, а сейчас узнал, да, достаточно приятный вкус, похоже на редиску. Ну, это редис, похоже на редиску, но он такой более острый, скажем так. Вот, так, надо еще, наверное, редиса. Это вот, кстати, дайкон. Вот, а брокколи все знают, все знают, что такое брокколи, все знают о его пользе, даже детское питание, да, мы все помним, что там одной из первых детям можно давать прикорм уже брокколи. Поэтому, я думаю, что брокколи, брокколи, это не реклама, я просто говорю о том, что это полезный продукт. Но, в общем, это зелень, на самом деле, классный. Я вот уже на протяжении, сколько месяца, да, наверное, употребляю сам. И, ну, приятно, вкусно. И, во-первых, само по себе, я говорю, прикольный процесс, что тебе не нужно в долгую ждать, да, пока у тебя вырастет, там все созреет и так далее, и так далее. Ты уже вот, все, у тебя готово, ты пошел, взял, оторвал, заживал, съел вкусно, приятно, получил порцию витаминов, минералов полезных и так далее. Да, почему я так уверенно говорю? Потому что существует, на самом деле, очень много исследований, в которых доказано, да, что огромное количество микроэлементов, полезных веществ содержится и так далее. Вот, и я, когда я уже выйду на нужный мне уровень, да, я обязательно закажу исследование, здесь у нас в Красноярске, чтобы у меня были документы, это будут, ну, добровольные просто исследования, вот, упользуя тех микроэлементах, полезных, которые содержатся. Так, вот, все, смотрите, 10 минут прошло, у меня готово 6 лотков. Прижимаем, так, сейчас, ну, добавлю прижим, и, собственно говоря, все это убираем в темное место на 2-3 дня на прорастание, ну, в зависимости от того, сколько времени нам потребуется для того, чтобы это прорасло. Ну, в среднем это 2-3 дня, не больше. И потом, соответственно, выставляем на свет. Также буду доставать, немножечко поливать воды, смотреть по состоянию субстрата кокосового, чтобы это у нас, соответственно, все не засохло. Вот, ну, и сейчас сниму еще небольшое видео о том, как я буду делать лотки, как у нас это получится, как это будет прорастать и как это потом в будущем будет выглядеть. Вот, такая интересная мысль мне пришла. Ну, тогда немного семян потребуется, поэтому, я думаю, вообще, проблем никакой нету и думаю, что это будет смотреться красиво и прикольно. Вот, ну, все, друзья, всем до встречи. Сейчас еще добавлю сюда, ну, уже сделаю в таймлапсе видео ускоренное о том, как делаю лотки из-под яиц, яиц, яиц. Вот, ну, и покажу вам, как все это выглядит. Все, всем хорошего настроения. Я буду продолжать регулярно выкладывать видосы сюда в YouTube, буду делиться своим опытом, своими результатами, своими достижениями. Вот, ну, и те семена, которые я сегодня выставил, это они уже заказаны, я договорился с магазином у нас здесь, который готов взять зелень. Ну, условия, да, под реализацию, но все-таки мне это интересно. Мы посмотрим, проведем небольшое исследование, да, как у нас здесь за городом, в небольшом загородном поселке, насколько это будет пользоваться спросом. Будут ли люди покупать, будут интересоваться или нет. Ну, и, соответственно, от этого мы уже сделаем вывод о том, что нужно увеличивать количество посадок или нет. Пока планирую каждый там... Итак, ребят, ну что... Сделать так, чтобы красиво было. Вот, буквально не стал я, в общем, заморачиваться, оставлять субстрат остался, сделал еще 4 лотка, в общем. Я посадил сегодня 10 лотков, на это ушло у меня около, ну, 20-30 минут, может быть, все вместе с подготовкой субстрата и так далее, так далее. Грубо говоря, то есть на один лоток у нас уходит примерно 3 минуты, вот. Ну, это достаточно быстро, на самом деле, не знаю, нужное, не нужно это рассказывать, сложное. Это, что это несложно, в принципе, выращивать. Но самое главное, я считаю, что для того, чтобы у тебя получилась вот такая красивая зелень, для того, чтобы это все было красиво и вкусно, чтобы можно было пойти вот так, взял, сорвал. Блин, очень вкусно. Вот, и могу здесь тоже, да. Потому что, ну, уже лотки начали мы кушать. Понравилось нам очень. Поэтому, наслаждаюсь процессом. О, щавель. Ой, кстати, первый раз, что-то так мне. Вот, наверное, он дошел. Вкус такой кисленький, приятный. Блин, классно. Вот. Поэтому, кто хочет для себя выращивать, занимайтесь. Такой фоу-процесс на самом деле очень интересно. Для кого, для того, кто хочет открыть это, сделать своим бизнесом, да, домашним пусть бизнесом. Тоже это не требует очень много времени, не требует каких-то больших затрат. Можно заниматься, можно выращивать, можно просто любить себя, любить свою семью, дарить им здоровье, дарить им витамины. Ну, и самому кайфовать просто от процесса, что ты делаешь, у тебя получается. Я, в принципе, люблю делать что-то своими руками, так как мы живем в частном доме. И те, кто живут в доме, знают, что здесь постоянно нужно что-то делать. И когда ты что-то делаешь своими руками, потом смотришь, видишь процесс, наслаждаешься, что круто, я классно смог сам сделать это. Мне не пришлось кому-то платить за какую-то ту или иную работу, а я просто смог это сделать сам. Я красавчик. Вот, поэтому то же самое с микрозеленью, и я уже жду, не дождусь того момента, когда начнутся первые продажи, когда пойдут первые клиенты получать первый отзыв о том, что это было вкусно, приятно, красиво и так далее. Это будет еще одно удовольствие, которое можно получить. Поэтому, ребят, всем хорошего настроения, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. На самом деле это очень приятно, потому что если ты не видишь обратной связи, то понятно, что я буду продолжать все равно это делать, буду выкладывать видео, новые снимать. Делиться своими результатами, успехами, возможно, какими-то неудачами. Ну, а без этого никуда. Вот, но когда ты видишь обратную связь от тех людей, которые смотрят на тебя, которые поддерживают тебя, это намного приятнее, заряжает тебя еще большими эмоциями. И тебе хочется еще больше, больше пахать, пахать, рассказывать, показывать, делиться результатами, делиться своим настроением. Ну, вообще, в принципе, я люблю делиться крутым настроением. Хочется, чтобы у всех было клевое настроение, было побольше радости в жизни. Вот, ну, несмотря ни на что, просто мы живем этой жизнью, и, соответственно, ей нужно радоваться. Потому что нам дана эта возможность, дана нам Всевышним, дана Господом Богом. И мы должны радоваться, что у нас есть такая возможность, что мы живы-здоровы, кушаем, отдыхаем, дышим чистым воздухом и так далее. Поэтому, ребят, всем хорошего настроения, всего самого крутого, побольше здоровья и микрозелень, хей, хей, побольше здоровья в каждый организм. Всех обнял, всем крутого настроения.